Друзья, всех приветствую! На торговой сессии четверга мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Работаем мы все с той же темой — это выборы американского президента. Как и ожидалось ранее, я допускал возможность развития событий по самому неблагоприятному сценарию, когда затянется подсчет голосов, когда будут спорные результаты, потенциальные юридические разбирательства, и все это станет причиной того, что имя американского президента мы не узнаем в моменте. Это значит, что какое-то время, возможно, даже довольно продолжительное время, если вспомните 2000-й год, когда Буш бился с гором, тогда на объявление имени американского президента ушло практически месяц. Я, конечно же, допускаю, что в этот раз месяц не потребуется, все произойдет быстрее, но вероятно, друзья, то, что до конца этой недели все-таки мы будем работать с этой сохраняющейся неопределенностью. Это значит, что движения на финансовых рынках будут такими же рваными, хаотичными, непредсказуемыми, и несмотря на то, что мы пытаемся оценить наиболее предпочтительный вектор направлений для основных финансовых инструментов, моя рекомендация в такого рода неопределенностях лучше в рынок не лезьте. Давайте тогда к демонстрации экрана. Несколько вещей, которые я хочу вам сегодня показать. Прежде всего, друзья, не забывайте про наш канал на YouTube, это самый лучший канал и возможность для коммуникации со мной. Каждый брифинг внизу есть секция с комментариями, оставляйте вопросы. Если они у вас есть по каким-то инструментам, которые я не разбираю, с большим удовольствием вам, друзья, отвечу. Следите за контентом, который мы туда добавляем для того, чтобы быть в курсе каждого ролика, который там появляется. Можно подписаться на канал, и вы будете получать, разумеется, уведомления. Что касается ситуации с выборами. Вот вчера по дебрифингам оставлял ссылку, где можно в моменте отслеживать расстановку сил демократов и республиканцев. И, в принципе, то, сколько имеют голосов кандидаты и оппоненты между собой, Байден и Трамп. Напомню то, что президента в США определяют не всеобщим голосованием, а коллегии выборщиков. И вот для того, чтобы все-таки занять овальный кабинет, либо Байден, либо Трамп должны набрать 270 голосов. Сейчас, друзья, вы видите то, что Байден за последние часы очень сильно вырвался вперед. 264 голоса, 214 голосов у Трампа. Однако для того, чтобы добраться до вот этой вот раздельной финишной черты, в принципе, может, как я уже отметил, пройти довольно-таки много времени. Поскольку долго, скорее всего, будут подсчитывать голоса в колеблющихся штатах. Кроме того, компания Трампа стремится остановить подсчет голосов штата, где борьба еще продолжается, в Кензиллане и Джорджии, требуя, чтобы все округа отказались от запоздавших, скажем так, бюллетеней, которые подавались по почте. Также компания Трампа подала иск о прекращении подсчета голосов Мичигане, которые принял Байден, утверждая, что ему не разрешили наблюдать за вскрытием бюллетеней. Пару новостей, на которые также стоит сейчас обратить внимание, друзья, в принципе, это подтверждение того, что я сказал. Предвыборный штаб Трампа обратился в суд штата Джорджия с заявлением, что республиканским наблюдателям не обеспечили достаточного присутствия в время подсчета бюллетенники. Джорджия – это уже третий штат, в котором Трамп потребовал остановить подсчет голосов. До этого аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвания. Трамп также намеревается добиться пересмотра итогов выборов в Винсконсине, где победу с перевесом в 0,7% голосов поддержал Джон Байден. Явка, признаться, я не ожидал действительно таких показателей, но, судя по статистике, в этот раз сознательность американского общества превзошла рекордность за последние 100 лет. Явка более 157 из 124 миллионов. Может быть, причина такой явки заключается также в возможности дистанционного голосования, о котором я говорил. И, с другой стороны, сам факт дистанционного голосования – это, может быть, то, что осложнило и осложняет процесс подсчета голосов. Вот интересный заголовок штамп Трампа хочет помешать демократам прятать все бюллетени. Я уверен, что такого рода обвинения, пресликации, они будут взаимными. Все это опирается, опять же, в то, что отставания не настолько уж и разительны. Если мы вернемся к статистике, друзья, по поводу текущего перевеса, я вам советую все-таки сегодня посматривать на контент этого сайта, потому что здесь очень визуально понятно, как сейчас продвигаются дела. Вот, например, даже сценарий, то, что у Трампа один способ сейчас, вариант поддержать победу, ему нужно 56 голосов выборщиков. Для того, чтобы их получить, нужна победа в Сильване, в Джорджии, в Каролине и в Неване. Вот здесь как раз в моменте по подсчетам голосов, какой прогресс, сколько проголосовало и на чьей стороне локальный перевес, и сколько по этому штату можно получить голосов выборщиков. Кстати, вот вчера я следил за статистикой этого сайта. Действительно, очень много штатов, которые сейчас окрашены в голубой и от свет, то есть где победу одержал Байден, с большим перевесом по вот этой статистике раньше шел Трамп, и в самый последний момент ситуация изменилась. Поэтому, возможно, претензии Трампа не такие уж и безосновательные. Ну и, наверное, один из основных заголовков, который сейчас есть в средствах массовой информации, то, что Трампа просто не может принять поражение. Я не то чтобы с этим согласен, все-таки 264 голоса у Байдена и 214 Трампа. Да, конечно же, картина может измениться, но, учитывая, как жестко сейчас конфликтует Трамп и отказывается принимать, может быть, даже в ряде штатов очевидное поражение, это тоже подталкивает на определенного рода вопросы и риторию. В общем, друзья, по вот этой статистике пока что мы можем сделать вывод о следующем. То, что неопределенность на финансовых рынках сохранится. Мы должны бдить, мы должны следить за тем, что происходит, быть готовыми к любому сценарию. Но даже при таком перевесе вы должны понимать, что у Трампа по-прежнему есть шансы одержать победу. Что касается в целом ситуаций, в которых проходят выборы, это ситуация пандемичная. Здесь никакого позитива нет, к сожалению. Статистика указывает на то, что количество заболевших продолжает расти. Традиционно, обращаю ваше внимание на динамику прироста за сутки. Да, в последние дни статистика улучшилась, но я бы пока не стал говорить ГОП, потому что мы точно еще не перепрыгнули. И по ряду регионов, давайте локально, регионально посмотрим на те же самые штаты. Так, сейчас перегрузится статистика. Вот, пожалуйста, по вот этой диаграмме видно то, что пиковые значения по количеству заболевших сохраняются. То же самое, друзья, также и в Англии, за которой мы следим рядом с рекордными назначениями. Сегодня день обещает быть очень жарким. Во-первых, потому что мы все следим за, продолжаем следить за выборами в США и прекрасно понимаем, что дальнейший перевес в пользу либо республиканцев, либо демократов, либо и вовсе достижение кандидата в планке в 270 голосов станет взрывом для финансовых рынков, для доллара, для рисковых инструментов, и будут серьезные движения. Но помимо этого сегодня есть несколько важных событий. Вот по экономическому календарю, обращаю ваше внимание на блок данных по Англии. Это статистика или, скажем так, новостной фон, как это связан с заседанием регулятора, решением поставки, объемом программы количественного значения, протоколы и так далее. Время изменили. Фактически сегодня в 10.00 по московскому времени. Друзья, ждем решения поставки. Я допускаю, что в этот раз британские регуляторы из-за ситуации с ковидом, из-за полноценного, полномасштабного карантина, на который пошло правительство Англии, Банк Англии может начать действовать в активном ключе и начать дополнительно снижать процентные ставки. То есть допускаю, что несмотря на отсутствие в прогнозных значениях потенциала даже по пересмотру, ставка на 0,0%, ее вполне могут снизить даже до отрицательных значений. Если это так, то пункт потенциально сегодня может оказаться под серьезным давлением. Что касается других отчетов, также это заявки на пособие по безработице в Штатах. Кстати, вчерашний релиз по рынку труда. Вот посмотрите, когда уже, можно сказать, выборы начались, и статистика не может повлиять на то, чтобы улучшить позиции Трампа, мы стали свидетелями реальных данных. То есть не приукрашенных, не преувеличенных. То есть как это было две недели назад, я говорил, что той статистике не стоит доверять, потому что, скорее всего, у статистов указания приукрасить действительности. Ну вот реальное положение дела такое, что по HDP 365 тысяч, прогноз был по созданию новых рабочих мест 650 тысяч. То есть в эту пятницу, когда выйдет отчет по Non-Farm Perls, я думаю, что мы увидим также плохие цифры. АСМ в секторе услуг очень важен для американской экономики, снижение с 57,8% до 56,6%. Сегодня заседание под резерву, решение по ставке. И так же, как и в случае с решениями английского регулятора, я допускаю, что американский регулятор тоже может пойти на какие-то дополнительные меры, связанные с смягчением монетарной политики. Это может быть и анонс готовности увеличить программу количественного смягчения. Конечно же, ставку, скорее всего, сейчас менять не будут. Но даже мягкой риторики просто без каких-либо фактических решений будет достаточно, чтобы дополнительно ослабить котировки американского доллара. Давайте к графикам перейдем. Индекс американской валюты. Вот даже сейчас на фоне сохраняющейся неопределенности по выборам США, когда Конгресс не может вернуться к теме новых мер экономического стимулирования, даже на этом фоне доллару не удается расти. Вы только представьте, что будет дальше, когда мы все-таки знаем имя президента, особенно если это будет Байден, который вообще ассоциируется с сверхагрессивным стимулированием экономики более чем на 2 триллиона долларов. При таком сценарии доллар камнем пролетит вниз и очень быстро преодолеет вот эту вот поддержку, ближайшую 92,50-е, окажется ниже. Я к этому сценарию вас сейчас, друзья, исполняю. По золоту рост тоже, как и ожидали, 1908. Сейчас ждем уверенного восходящего движения. Я по-прежнему вижу потенциал отработки прогнозов сети. Теста 1950 долларов до конца этой недели. По факту какого-то решения по выборам США, американский фондовый рынок тоже растет, и мы фактически сейчас находимся в нескольких пунктах от обновления исторического максимума. То есть даже такая неопределенность, которая, по идее, могла бы сейчас сыграть на руку продавцам, они не смогли использовать эту возможность и зря. Потому что больше поводов на них просадить рынок в месяц еще больше не будет. И, разумеется, после того, как будут решения Конгресса, чем больше денег получит американская экономика, тем больше денег получат американский фондовый рынок. И движение будет выше 3600 пунктов. Также параллельно рекомендую поглядывать на Dow Jones, который, на мой взгляд, легко может добраться даже до 29 или 30 тысяч пунктов. Биткоин на хаяк, друзья, посмотрите. Локальный максимум мы обновляем 14310, и для всех текущее значение уже окажется нормальным. Я думаю, что 15 тысяч и движение выше – это тоже сценарий, который является самым предпочтительным. По евро тоже стоим вверх из-за ожидания слабости доллара. 1,1740, цель 1,19. Пока все без изменений. Только лишь одно исключение фонд. Сейчас британская валюта котируется на отметке 1,2970. Если сегодня мы буквально через час небольшим получим решение о снижении ставки до отрицательных значений, фонд может оказаться аутсайдером и, возможно, даже протестировать поддержку 1,29 и закрепиться ниже. Друзья, на этом, собственно, все. Желаю вам хорошей торговой сессии. Остаюсь с вами. Следующий бритвинг пройдет завтра. И, надеюсь, будут какие-то более вразумительные новости по выборам в США. Всем пока. Продолжение следует...